У нас сегодня заключительная лекция по попарту, которую я назвал попарт резома, так как я затронул такие направления, которые не являются центром, не являются некой линейной направленностью попарта. Резома это некое корневище, нелинейное переплетение, термин, который будет делился галатари как раз тогда же, когда был расцвет попарта. Правда, совсем это иная эстетика, иная страна, это Франция. О Франции мы с вами в этом в связи с попартом не говорили, и вряд ли здесь есть какие-то параллели, кроме того, что я хочу продемонстрировать, что попарт это не простое какое-то однонаправленное, понятное и четкое направление, а это некая сфера, в которой творили разные художники, и от которой отталкивались многие художники, отрицая ее, отталкивались, принимая какие-то отдельные аспекты, но переосмысляя их радикальнейшим образом. И здесь может быть и концептуализм, и какие-то отдельные стили даже психологизированного искусства. И сегодня мы рассмотрим целый ряд художников, художников, которые в попарте не считаются какими-то сверхзнаками, фигурами, хотя многие из этих художников очень крупные, но, так скажем, их творчество примыкает к попарту лишь отдельно взятыми работами. Поэтому в попарте они никогда не займут того же места, которое занял Энди Ворх и Энтон Брессер. И мы закончим тем, что я покажу наших отечественных художников, наших современников, которые в сложнейший период, в период Советского Союза, которые в случае с живописью, возможно, наиболее жесткую политику принимали, это смогли работать и создавать что-то новое. Причем многие из них эмигрировали, но я покажу и те работы, которые были созданы непосредственно в Советском Союзе. Попарта в Советском Союзе не было, но отечественный концептуализм очень во многом примыкает к попарту. И если вы помните по прошлым лекциям, и Роб Раушенберг, и Джаспер Джонс тоже пограничены фигурой между попартом и концептуализмом. Поэтому здесь нет непреодолимой границы. И первый автор, о котором мы поговорим, это художник из Соединенных Штатов Америки, он ныне живущий, это Алан Д'Арканджело. Алан Д'Арканджело прославился изображением автомобильных дорог. И, возможно, самая известная его работа, это Американское шоссе 1, номер 5, 1962 года. Но в данном случае первая циферка, это говорит о номере шоссе, это Хайвей 1, знаменитое Калифорнийское шоссе. А номер 5 говорит о номере картины, изображающей это шоссе. Вспомните, что такое 60-е годы в Штатах. Это хиппи, это романтика дорог. Туда же до кучи можно и битников отнести, хотя там идеология несколько иного типа. И что нам хочет сказать художник? Что мы видим на этой дороге? Казалось бы, дорога должна быть символом свободы. Дороги, проложенные человеком, заняли самое большое количество места на Земле. То есть это самые грандиозные постройки человека, в принципе. Несопоставимые вообще ни с чем. А дороги через всю Россию, дороги через все Соединенные Штаты. Этими дорогами можно опоясать Землю многократно. И казалось бы, ты можешь поехать куда угодно. Ты сбегаешь с этого мегаполиса муравейника, ты свободен. Но здесь вступают коррективы, которые вносит Дарканджел. Что мы, собственно, видим на этой картине? Ну и где этот самый пейзаж, ради которого мы, очевидно, покинули город? Здесь просто черный силуэт. Да, можно сказать, что это предрассветные сумерки или сумерки вечерние. Но что видно? Отчетливо видны знаки ограничений. Это, собственно, маркированное деление этой дороги и отдельно взятые знаки, которые привлекают наше внимание. Это может быть реклама грядущего по пути мотеля. Это могут быть ограничивающие знаки дорожного движения. И наше внимание сосредоточено на них. Каждый год, когда скорости в загородных шоссе повышаются, все выше и выше становятся, конечно же, человек все в большей и большей степени концентрируется только на знаках. Потому что пропустить он их не имеет права. А скорости становятся все более и более высокими. Это значит, что угадать, увидеть знак нужно заранее. И они требуют колоссального внимания, а ландшафт окружающий все в большей и большей степени нивелируется. Мы уже не успеваем просто на него смотреть. Смотрим только на знаки. И более того, это движение тоже, на самом деле, весьма и весьма ограничено. Потому что мы не можем на машине, особенно на машине городского типа, поехать туда, куда мы захотим. Мы можем поехать туда, куда ведут дороги. А это совсем не одно и то же. То есть, если человек, который выходил в поле раньше, пользуясь гужевым транспортом, да, к примеру, или на своих двоих, он действительно мог пойти туда, куда он захочет. Он мог остановиться и посмотреть то, что он захочет, рассмотреть, да, это. Но сейчас вступают в силу, во-первых, ограничения невольные, необходимые. То есть, ехать по проложенной дороге. А во-вторых, ограничения, которые связаны с тем, что эта дорога является дорогой общего пользования. То есть, на ней есть знаки, ограничивающие нашу сработку. И в таком случае этот ландшафт очень часто превращается скорее в лабиринт, чем в символ свободы. Ну, как на этой работе. Ландшафт один. Трава здесь абсолютно обезличена, она сливается в общую массу. Это просто зеленые пятна. И мы видим лабиринт, мелькающий дорог, очевидно, на огромной скорости. И стрелку-указатель. Указатель, как нам нужно двигаться. Эти знаки, которые мы сматриваемся вперед, это как бы будущее. То есть, для нас есть ограничивающее будущее, которое мы боимся упустить. И мы должны помнить действия знаков, под которыми мы едем сейчас, которые мы уже проехали. То есть, знак сзади, знак впереди. Настоящего нет. Нет настоящего ни вокруг нас, нет настоящего нереально, как точки. Есть только антиципация, предвосхищение знака и память о знаке, что выражено в этой работе. Опять же, пейзажей никакого нет. Это черное пятно, такое же черное, как и само шоссе. Двойная сплошная, знак поворота. И в зеркале мы видим отражение, то, что мы уже проехали. Понятно, что дорога всегда была символом пути. Пути с большой буквы, жизненного пути как такового. И здесь, конечно, со всей очевидностью показана и возрастающая скорость жизни нашей. Потому что здесь это, конечно же, показано на большой скорости. Здесь уже все обезвлечено. И с другой стороны, показано, насколько наша свобода на самом деле ограничена и дисциплинизирована символическим пространством, как таковым. И пространством языка, и пространством нашей культуры, и так далее. Но самое страшное, это не знаки внешних ограничений. Ну, знаки внешних ограничений, с ними можно как-то бороться. Самое страшное, это те ограничения, которые выросли в нас изнутри. Представьте себе, а куда мы хотим, собственно, поехать. Если бы у вас была такая возможность, например, чтобы исполнялись любые ваши желания. Вы бы уже через час бы взлопили от ужаса. В русских сказках это мудро всегда ограничивается дремяже. Ну, когда три желания есть, это некая иерархия ценности. То есть вы распределяете, что из всего, мне будет больше всего хотелось. А в индийских сказках там обычно сколько угодно желают. Более того, к этому еще добавляется то, что если вы перестаете желать, в общем, с вами что-нибудь плохое случится. Надо все время желать. Конечно, человек желать в такой ситуации сможет очень-очень недолго. Потому что тот самый запас его желаний, который у него якобы есть, он предельно ограничен. Он предельно ограничен изнутри. И нам только кажется, что на наши безграничные желания с внешней стороны наложены бесконечные ограничения. На самом деле ограничение-то только внутренний слез. И это блистательно продемонстрировано до Арханжела на следующих работах. Куда идет эта дорога? Абсолютно типизированная блондинка с голубыми, как и положено, глазами, с накрашенными губами, ногтями и курящей сигаретой. На данном случае речь идет о том, что всякое движение к свободе на самом деле из движения к какому-нибудь шаблону, к какому-нибудь стереотипу. Причем к стереотипу, который навряд ли вызрел из голубины нашей души. Который, конечно же, сформирован в обществе. И продуктом этого общества являемся мы сами. Что такое личность? Что такое эго? Вы думаете, это что-то внутреннее? С чего бы оно было внутреннее? Оно формируется только под влиянием внешних, как возбуждений, раздражений внешней среды, так и наталкиваясь на какие-то внешние ограничения. Вот это оно и лепится. Лепится нашим опытом. Опытом, естественно, прежде всего детской стадии жизни. И, конечно же, это эго, как и эго множество других наших современников, на большой-большой-большой процент состоит из одного и того же. С той ситуацией, в которой мы все аспекты были освещены. И, естественно, миф свободы, миф о свободе, это красивый миф. Если нам действительно будет позволена свобода, позволено исполнение наших желаний, то с большой долей вероятности все будут хотеть одного и того же. Это что-то совсем примитивное. И Арканджело уточняет это в еще большей степени. А по большому счету, куда бы мы ни поехали, а поедем к одному и тому же. Здесь три дороги. В древности говорили, что все дороги ведут в Рим, но здесь они ведут к чему-то иному. Такая же типизированная девушка, со всеми теми же самыми атрибутами, да, и с сигалетой, и с накрашенными ногтями. Здесь мы видим еще бабочку. Точнее, не совсем бабочку, а крылью бабочки. Бабочка – это амбивалентный символ. С одной стороны, бабочка всегда являлась символом некого легкого поверхностного отношения к бытию. Но достаточно вспомнить такую оперу кучения, как «Мадам Баттер». В случае бабочка является однозначным символом некого неглубокого отношения к жизни. С другой стороны, бабочка также часто являлась символом души человека. И здесь, в таком случае, мы не видим самой бабочки. Мы видим отблеск фар автомобиля на крыльях бабочки. Сама бабочка, если она и присутствует, если эта душа есть, и есть место здесь, то это место незаметно. Оно осталось в тени. Оно осталось там же, где остался весь этот поглощенный черным светом асфальт. Ландшафт вокруг асфальта. Асфальт здесь чуть-чуть выделен серым, а ландшафт полностью черным, оказывается. На проекте вряд ли это особенно видно, но дорога немножко отличается по оттенку, чем окружающий ландшафт. Окружающий ландшафт абсолютно черный. То есть, этот окружающий ландшафт полностью оказывается негативом, полностью оказывается силуэтом самого себя. Он отсутствует. Другой видный американский художник, тоже ныне живущий, также внес значительный вклад в расширение эстетики пуп-акта, и его звали Петрушев. Это не просто звали, но зовут, он действует. Мы даже посмотрим одну картину 2008 года. Эт Рушей участвовал вместе с Роем Лихтенштейном, Энди Орхолом и Уэйном Тибо, из тех, кого мы проходили, в знаменитой исторической выставке «Новое изображение обычных предметов». Это происходило в художественном музее Пассадены, это 1962 год. Это одна из ключевых выставок пуп-арта. Так что этот художник как раз в начале своей творческой карьеры попал в самое-самое сердце этого направления. И на протяжении своего творческого пути он изображал как обыденные предметы, что типично для поп-арта, так и активно работал со шрифтами, как графическим выражением нашей речи. То есть очень многие его картины, это не картины в смысле того, что они что-то изображают, на них изображен только текст. Но этот текст, это сами шрифты, созданные собственным художником. И в этом и есть его работа. Мы сначала обратимся к фигуративному его картину, а потом я покажу и одну работу со шрифтами. Вот одна из наиболее типичных работ 60-х, которые очень часто приводят. Это стандартная станция Ламарилла, Техас. Это автозаправочная станция. Здесь вы тоже можете наблюдать работу со шрифтом. Текст занимает едва ли не большую часть этого изображения. Он центр, безусловный центр этой картины. И здесь все типичные черты поп-арта. Это красивая автозаправка, это нейромаркетинговый ход с яркими красными цветами, которые должны привлечь наше внимание. И здесь нет места человеку. Здесь изображена просто автозаправка. Но предполагается, что человек на нее очевидно смотрит. Потому что иначе на кого бы были рассчитаны эти броские цвета. Но есть у Рушей и работа, которая является своего рода подготовительной картиной к этому произведению. Но она может считаться и самостоятельным произведением. И здесь эта автозаправка резко меняется. Эта автозаправка превращается в своего рода припять. Это заправка призрак. Постапокалиптический мир, отсутствующие надписи, она уже никому не обращена. Здесь не желают никому ничего продавать. Абсолютно пустое, отсутствующее изображение, которое вызывает совершенно катастрофическую ситуацию. Когда мы видим вещь настолько определенной, настолько лишенной объекта маленького А, настолько лишенной какого-то воображаемого, манящего нас вдаль фантома, эта вещь становится невыносимой. Абсолютно невыносимой. И, конечно же, такой предмет, такая заправка просто выпьет к тому, чтобы какая-то катастрофа ее поглотила. И художник это осуществляет. В 1966 году он создает эту же автозаправку, охваченную пламени. Если человек с его проектом, с его просвещенческими духовными чаяниями не смог вырваться за пределы вещь, за пределы вещизма, ну, значит, это сумеет сделать пламя, катастрофу, которая уберет и вещи, и человек одновременно. И это, как вы видите, катастрофа не вагнеровского типа, не гибель богов, после которой, собственно, только и начинается полноценное существование людей, свободных теперь от героев и богов. Это не пожар лесной, где этот пожар приносит омоложение природе, но это пожар по типу тотальной катастрофы. Это пожар, который просто уничтожает все и вся. Это аннигиляция, разрушение. Понимаете, что ничего на месте пожара этой автозаправочной станции не вырастет, если она с горненькими загорятся. Это пожар, именно катастрофа, это пожар, который уничтожает все живое. То есть, если человек оказался мертвым еще при жизни, то автор постарался, чтобы, по крайней мере, привести это к какому-то соответствию, чтобы этот мертвый при жизни стал, по крайней мере, правдой мертвым. То есть, он не может оживить мертвого призывами к нравственности, духовности, как делали на протяжении предшествующих веков. Ну, можно пойти другим путем, да, и не оживлять мертвого, сделать его, правда, мертвым. Чтобы он пришел к полному соответствию между телом и духом. Как я уже говорил, рувший активнейше интересовался различными шрифтами. Я покажу одну из последних его работ, это 2008 год, она называется «Все направления». И здесь активно он использует текст. То есть, это картина из текста. Если мы только что смотрели «Дороги» у Дарканжела, то здесь это тоже исчисленное направление. Куда бы вы ни пошли, это совершенно фиксированное направление. Вы не можете пойти туда, чему нет наименования. Вы не можете желать того, что не определено в обществе. Вы не сможете пойти куда-незнанно куда, да, привезти то, не знанно что. Скорее всего, если вы будете таким образом действовать, то пойдете вы совершенно к какому-то конкретному месту и принесете какую-нибудь... Куда вы пойдете, как говорит Дарканжела, последняя своей работа, которую вы смотрели, по большому счету не верится. Да, придете вы все равно в совершенно конкретные вещи, и вещи, так скажем, совершенно пошлые, и при этом я не случайно говорю вещи. Потому что, конечно, такое изображение типизированной женщины никоим образом человеком не является. Это именно вещи. Причем вещь, предлагающая себя на продажу, не значит, что это проститутка, а предлагающая себя на продажу в несколько ином смысле. Она выставляет себя в глазах иного, в глазах другого, для другого. То, естественно, это тоже своего рода творога. Вот такой американский поп-арт художники, может быть, не столь известные, как Уорхер и Лихтенштейн, а тем не менее яркие, по-своему интересные. А сейчас я предлагаю перенестись в Европу и посмотреть двух британских художников. Один из них является крупнейшим автором XX века, он ничуть не меньше, чем Уорхер по значению. Просто, так скажем, его вклад в поп-арт не является мейнстримом для этого художника. Поэтому для поп-арта это художник второго ряда. Но просто сам по себе он второго ряда никак не является. Это крупнейший художник, более того, это крупнейший мыслитель в области живописи. Его зовут Дэвид Хокни. Из ныне живущих это самый известный британский живописец. После смерти Фрэнсиса Бэйкона, это, безусловно, наиболее значительная фигура из английских художников. Заметьте, все художники будут рождаться, кроме Дарханджела, будут рождены либо в 37-м, либо совсем рядом с ним. Почти все в 37-м году, в которых я сегодня буду показывать. То есть это одно поколение живописцев. Дэвид Хокни прославился и получил имя мировое в среде даже не, так скажем, столь близкой к живописному искусству, благодаря знаменитой гипотезе, которую он выразил в книге, прочитая ее название, название длинное. «Тайное знание восстановления утраченных техник старых мастеров». Возможно, вы так или иначе сталкивались с этой гипотезой, которая называется гипотезой Хокни-Фалько. Второй автор – это физик, который помогал ему в расчетах. В чем заключалась гипотеза Хокни? Изучая живопись старых мастеров, в том числе работы Энгера, Хокни пришел к выводу, что те портреты, которые создают эти художники, они должны были рисовать достаточно быстро. Представляете, если вы изображаете какую-то крупную фигуру, особенно фигуру политическую, то понятно, что она не будет отменять все свои встречи, все свои дела на месяц, чтобы вы написали нормальный портрет. То есть работать нужно очень быстро. И эти сроки даже в некоторых источниках указаны, в какой срок создавались картины. Так вот, Хокни предположил, что создать картину такого уровня фотографической точности за такое время невозможно. То есть вообще. При этом, что Хокни – это мастер кисти. И он выдвигает радикальнейшую гипотезу, которую подтвердил Фалько как фильм. Он утверждает, что все художники, начиная с эпохи Возрождения и до 19-го столетия, использовали технические приспособления для того, чтобы рисовать портреты. Приспособления по типу камеры лицеда. То есть он утверждает, что художники-реалисты изображали портреты, как Энди Уахал. Через проектор, когда мы видим фотографию, и мы можем ее обвести, можем даже раскрасить таким же образом. После этого мы отключим проектор, и изображение остается. Понятно, что проектора в эпохи Возрождения не было, но была техника по типу камеры обскуры и камеры люцида. И камера люцида в наибольшей степени здесь подходила. Если мы посадим фигуру окна, а свет максимально уберем в помещении, то мы сможем с помощью камеры люцида проецировать на холст в достаточной степени качественное изображение. Художник максимально быстро перерисовал свою модель, а потом уже работал над портретом. То есть он уже работал по оформлению платья, фона и так далее. Но портрет был схвачен мгновенно и схвачен путем техническим. Это открытие, так сказать, гипотеза, предположение, вызвало жесточайшую полейнику в мире искусства, потому что Хокни, так скажем, выводы, которые можно сделать из этого предположения, радикальны. То есть, значит, реалистическое искусство невозможно. Понимаете? Он показывает, что реалистическое искусство – это искусство не мастеров, над которыми мы преклонялись, а это искусство как раз рисовальщиков. Это искусство копиистов, которые просто перерисовывали фотографии. И, конечно же, это поэтическим соображением выбросило бурнейшую отрицательную реакцию со стороны живописного сообщества. Появился ряд книг, которых хотели развенчать гипотезу Хокни. Но Хокни работал с физикой. Другие физики попытались опровергнуть их достижения, но, опять же, эти опровержения в большинстве случаев сводятся скорее к этическим целям, чем к целям техническим. Потому что, если указывается на то, что живописец не пользовался оптикой, потому что там то и тот или иной предмет не сходится с физической точки зрения в одну точку, это еще не значит, что он правда и не пользовался. Когда он дорабатывал картину, он мог что-то подкорректировать. Он мог что-то подкорректировать. Он же доделывал ее уже от руки. То есть, таким же образом опровергать, что Энди Орхол не пользовался фотографиями, слайдами, потому что у него очень часто обведены изображения неточные. Но это смешно. Это не доказывает ничего. Тот же, так скажем, факт, что о использовании таких техник почти ничего не известно, как в принципе можно предположить, что это секрет, который хранился в тайне и который просили не разглашать. Чисто гипотетически представить себе это возможно. Тем более, что использование всевозможных линз и приборов по типу камеры Люцида и камеры Обскура художниками разных эпох так или иначе периодически всплывало. Но не для техники портретов. Тем не менее, периодически такая проблема всплывала. Здесь я не пытаюсь отстоять ни его точку зрения, я в этом просто некомпетентен. Я не физик и я не занимался этой проблемой отдельно. Не пытаюсь отстоять его оппонентов. Я лишь показываю, что насколько сильно может поменяться взгляд на всю историю живописи. И при этом, заметьте, это не просто какой-то там журналист в желтой прессе написал. Это написал крупнейший художник 20 века. И ему в помощь это откорректировал этот текст достаточно видный физик. Понимаете? То есть это не на пустом месте, просто пальцем в небо, да, по типу желтой прессы. Нет, это серьезное исследование, которое получило столь же серьезный отпор. И сейчас, говорю, то есть примерно проценты 50 на 50 за или против. Ну, я в данном случае не стараюсь ни на ту, ни на другую точку зрения вставать. Я просто принимаю ту, и другую как факт. Понятно, что портреты выдающихся мастеров, они действительно производят сильное впечатление. Но, с другой стороны, искусство, как таковое, упразднение самой возможности лористического искусства, которую предлагает Хокни, она тоже весьма-весьма заманчива кажется. То, на что мы привыкли делать ставку, оказывается фикцией. Оказывается, как раз не искусством. Здесь интересен сам по себе ход, и неважно, насколько он оправдан исторически. Что же делает сам Хокни? То есть я уже высказал его точку зрения на искусство, и встает вопрос, а каким боком он тогда в Копахе-то попал, если он не верит в воспроизведение вещи как таковой. А вот именно благодаря этой позиции ему и удалось создать в Копахте совершенно что-то нелидное. Он действительно не верит в объективированные вещи. Он не верит, что можно изобразить банку. Он верит, что может изобразить банку только чьими-то глазами. А так как для 20 века активнейшую проблему начинают создавать невротические и психоневротические расстройства, в целом ряде работ Хокни мы видим вещи глазами человека, который, скорее всего, является человеком БНМ. И так как свидетельствуют видные психиатры 20-го столетия, начиная от Фрейда и в еще большей степени Лакан, по большому счету невротична сама культура в Прин-Ц-Т. Это, так скажем, структура этого невроза от века к веку меняется, но неневротичной субъект быть не может. Всего просто не будет. То, что мы определяем как личность, является уже определенной формой невроза. Взаимо, так скажем, исключающей направленностью наших желаний, которые сами же против себя восстают, и таким образом и очерчивают то, чем мы являемся, и то, чем является наша общество, наша культура в целом. И вот такие работы предлагает нам Дэвид Хоукин. Не более известное о его изображении – это изображение коробки чая в иллюзионистическом стиле. 61-й год. Ведь человек помещается внутри банки с чаем. Понятно, что банка с чаем, очевидно, достаточно маленькая, а человек должен быть достаточно большим. Создается эффект дико-клаустрофомического пространства. Человек замкнут в вещь. Он не помещается в вещь, однако вещь преобладает над ним. Вещь везде. Он стиснут вещами. Можно было бы это изобразить очень банально. Человек, который завален вокруг вещами. Такую ситуацию как раз мы видим везде постоянно. Достаточно зайти просто в магазин, посмотреть объем вещей, и сколько вас в отношении к этим вещам. Но здесь автор идет на более интересный ход, потому что это получается своего рода коробка чая в этой клаустрофомической манере, где человек теряет себя. Это взгляд невротический, это взгляд болезненный. И в то же время страх этой коробки, страх потерять у нас себя. Еще одновременно с этим. Основным свойством невроза является тревога. И эта тревога, безусловно, постоянно только набирает обороты. Дальше мы видим вот такое изображение. Это уже не просто невроз, это уже психотическое состояние. Если вы посмотрите на рисунки больных людей, им очень часто предлагают что-то нарисовать, чтобы как-то отвлечь, занять. Так вот, психотически больные люди начинают рисовать вещь примерно таким образом. То есть вещь выходит за пределы самая себя и занимает все существующее. Это столик, который, у него есть ножки, у него есть шкафчики какие-то, из них начинает выдвигаться, и это все разрастается, разрастается, оно займет весь лист, да, у психотики. После этого он начнет уже рисовать этот столик, его продолжение уже по второму разу. Человек, который не может остановиться. Идея завладела им, и он не может положить ей никакого предела. И здесь мы видим этот столик, он решен немножко в манере кубистической, немножко в манере кубизма, но это скорее все-таки психотический столик. Так, столик, который, он не находит себе места, и поэтому он выходит за пределы любого места, в принципе. И, возможно, самое страшное психическое заболевание, которого чаще всего в не большей степени боятся, это расщепление личности. И мир такого человека, это мир, в котором он не знает даже самого себя. Именно такой портрет предлагает нам Хокни. Прошу обратить внимание, что каждый отдельный кубик представляет собой абсолютно реалистическое изображение. Только все вместе они в человека не складываются. Видите, это не просто человек, поделенный на плиточки. Особенно, обратите внимание, на лицо. Есть части, которые дублируют друг друга. Например, он находится, находящийся в местах, в ротах. Есть части, которых, наоборот, отсутствуют для того, чтобы мы получили целостное единение, как в случае с руками, если внимательнее присматриваются. То есть, в целостности эти отдельные фрагменты не складываются. Фрагменты-то это человек, но они не отсылают к чему-то целостному. Вот тот взгляд, взгляд ужасающий, взгляд, который на самом деле себя не видит. Здесь может быть символично то, что изображенная здесь фигура в очках. Также, как и психоз, можно трактовать, как взгляд полуслепого человека, взгляд человека без очков. Когда все расплывается, действительно занимает все пространство. Но когда все расплывается просто потому, что вы не взяли с собой очки, это не столь страшно. А когда все расплывается потому, что нарушены иные очки, очки самой перцепции, самого восприятия как такового, реальности, то это, конечно, совсем много типа вещей. Видите, Хогни удалось продемонстрировать, как совершенно обыденные вещи могут выглядеть, если добавить к ним психологизацию. То есть Хогни очень сильно психологизирует поп-арт. Поэтому назвать его в чистом виде поп-артам сложно. Но, однако, его работы вы можете с успехом увидеть в альбомах, посвященных этому направлению. То есть это не есть мой волюнтаризм в чистом виде. То есть есть критики, которые присовокупляют часть работы Дэвида Хогни к эстетике поп-артам. В данном случае интересно еще и то, что эта ситуация для нас наиболее типична, она наиболее знакома, потому что все нас пытаются поддеть и масс-медиа, и реклама, чтобы мы что-то посмотрели, что-то сделали, куда-то сходили, что-то купили. И для этого используется нейромаркетинг, то есть который на нас должен гарантированно подействовать. Только мы не можем одновременно сходить на все, одновременно купить все, одновременно делать все. И, естественно, это нас разрывает. Нас начинает разрывать противоречия изнутри. И насколько уж наша личность выдерживает как целостность, это еще большой-большой вопрос. Другой, возможно, наиболее радикальный представитель британского поп-арта это Алян Джонс. Он тоже родился в 1937 году. И в середине 60-х годов был одним из наиболее ярких и влиятельных представителей этого направления в Британии. Если Уахал и Хокни демонстрировали господство вещи, один показывал саму вещь, а другой, как человек, поглощается этой вещью, если Весельман показывал, как обезличивается при этом человек, становясь своего рода недовещью какой-то, то Джонс обращается к идее превращения человека в собственную вещь. Более того, он делает вещи из людей. Ну, не из живых людей, а из маньяков. И это наиболее радикально, это наиболее страшно. Поэтому Алан Джонс не всегда попадает в журналы по поп-арту, в книги по поп-арту, потому что на самом деле те проблемы, которые он ставит, они требуют определенной подготовки для того, чтобы это в принципе воспринимать. Это очень страшно. Это то, что, так скажем, культурная, в кавычках, да, среда будет отторгать активнейшим образом, потому что он бьет в самое сердце современной культуры. И я покажу всего несколько его работ. Это, как правило, не живописные работы, это скорее инсталляции. И, простите за тавтологию, первой инсталляцией будет стол. 1969 год, что мы здесь видим? Это садизм, в яркой своей форме представлено, веществ, сексуализация и, конечно же, явный сексизм. Так как в вещи автор превращает только женщин. Не значит, что он некий женоненавистник, да, это значит, что он скрывает определенные проблемы современного общества. Как даже столь прогрессивный мыслитель, как Лакан, всегда говорил, что пол все-таки один. Не значит, что он так думает. Это значит, что он скрывает структуру общества, как таковую. Здесь речь идет о критике, о критическом взгляде, о констатации факта, а не некой манифестации, да, а не некой декларации, что это так. Итак, если взглянуть на эту работу подробнее, то окажется, что на самом деле она очень и очень глубокая и требует детальной интерпретации. Зачем эта женщина-кукла прогибает свою спину? Ответ на этот вопрос дает нам зеркало, лежащее на полу, в которое она смотрится. Удивительно, но женщина с зеркалом является классической для европейской культуры аллегории добродетели и благоразумия. Но что есть благоразумие? Это жизнь для других. Нужно тут понять художника правильно. Он не призывает сбросить с себя и рмо морали, и кинуться на продвижение себя и своих идей любыми путями. Скорее, это критика этого. Здесь, в этой работе изображена катастрофа этого, когда человек не отделяет своих желаний от тех желаний, которые ему навязаны другими. Когда не отделяет, где есть наше, а где есть то, что в нас от общества. Когда мы не можем это отделить одно от другого, подчас в прямом смысле столов становимся на четыре кости и начинаем глеять. Здесь отсылка к овцам однозначно. Нужно понимать, что другого вовне-то нужно уважать. А бояться нужно другого внутри нас самих. Иначе мы просто станем, даже не просто послушаем скотом, а не просто предметом интерьера, а какой-то ужасающей вещью, рассчитанной исключительно на другого. А во что, собственно, современного человека и пытаются преобразовать современные медиа. Происходит постепенная депсихологизация человека. Как это происходит? Это достаточно сложный процесс, но, так скажем, если вы помните лекцию Жижека, которую я вам показывал, он это детально там разбирал, как суперэго и оно сейчас движутся в одном направлении. И то, и другое требует наслаждайся. Если ты наслаждаешься, значит, ты на это деньги тратишь. Если ты деньги тратишь, значит, ты являешься наиболее ценным представителем сообщества. Так как конфликта между суперэго и оно более нет, если оно комментируется деньгами, то надобности в личности, надобности в эго больше нет, потому что это был буфер между тем и другим. Это такая сглаживающая конфликтность между этими. То есть происходит тотальная диапсихологизация. Эта работа словно говорит нам, будь благоразумен, делай то-то и то-то, стань вещью в своем доме, стань автоматом у себя на работе, не думай ни о чем, не думай, не решай никаких проблем. Здесь самое единственное, о чем человек должен думать, как он выглядит в глазах другого. Это и представляет зеркало. Это взгляд на него же самого, глазами другого, взгляд, который превращает в камень. Взгляд, который парализует, превращает в вещь. И самое страшное, что художник не просто имитирует или изображает некого среднестатистического субъекта, или наоборот падшего субъекта, который не способен развиваться, который превращался в вещь для другого. Художник с таким же успехом говорит о том, что он может стать таким же. И здесь это палитра. Тот же самый художник может стать фундаментом, основанием для своего творчества, которое в той или иной степени учитывает пожелание другого. Оно все равно рассчитано на взгляд другого. Интересно, но такие вещи, такие предметы действительно могут выполнять в интерьере ту же самую функцию, которую на протяжении веков выполнял, например, череп или картина духа Мементо Море. Только череп и Мементо Море говорили нам «Помни о смерти». А здесь художник говорит немножко более страшную вещь. «Помни, что ты можешь умереть еще при жизни». Ты можешь просто перестать быть субъектом. Субъект и биологическое существо это совсем одно и то же. Из человека может просто исчезнуть личностная составляющая вовсе. Я вам показал, как это происходит. Здесь нет ничего загадочного и здесь нет абсолютно ничего такого, что не поддавалось бы научному объяснению. И, наконец, я хотел бы показать хотя бы одну картину этого художника, потому что он не только создает инсталляции, но и мастер кисти. И обычно именно эту картину приводят в альбомах по поп-арту, потому что она более ранняя и она называется «Прекрасная партия». То есть она попадает в 60-е годы, когда и был расцвет поп-арта, как такового. Как и у Венеры Милостской, у фигуры на картине нет рук. Это Венера 20-го столетия. Картина распределена на три автономных фрагмента. В нижнюю попадают ноги, потом нижняя часть туловища, верхняя часть туловища с акцентированной открытой грудью и часть головы. Такие три фрагмента. Лицо на этой картине не имеет никакого значения. Человек становится просто набором физиологических качеств, вписанных в концепцию общества потребления. Это товар. Выставляющий себя на показ. И здесь речь идет естественно не о каких-то продажных женщинах. Здесь речь идет о том, что каждый человек выставляет себя на показ для взгляда к другому. Он должен быть хорошо оценен, воспринят и так далее. Фигура, заметьте, поднимается на цыпочки. Почему? Потому что если вы к ней присмотритесь, то присмотритесь, то вы увидите, что она чрезмерно низкого роста. Она компенсирует этот свой врожденный недостаток, поднимаясь на цыпочки и таким образом вытесняя свое лицо с картин. Если бы она стояла не на цыпочках, ее лицо в голову влезло. Она выбрасывает то, что индивидуализирует ее, для того, чтобы скрыть тот недостаток, который является недостатком с точки зрения среднестатистического взгляда другого. Вот ужас этой картины и не случайно название, да, прекрасная партия. Она соответствует образу прекрасной партии. Эта картина, на мой взгляд, идеально отсылает, идеально иллюстрирует некую новую фазу палеолитических венеров. Здесь тоже мы видим гипертрофированные вторичные половые признаки, при этом заметьте, она же в платье, здесь речь идет не об обнаженной девушки. И, тем не менее, грудь ее полностью открыта. Более того, мы не видим, как платье переходит в ее тело. Оно незаметно индулирует в него. И помимо гипертрофированных вторичных половых признаков мы видим голову Кочарыша. Хороший, отличный аналог – это как раз та же Велиндорфская Венера. Только здесь это 36 тысяч лет назад. Правда, здесь и первичные половые признаки гипертрофирования. Здесь все-таки поскромнее художника. Но, тем не менее, параллель на лицо. Превращение человека в вещь под взглядом другого. По большому счету его живописные полотна, его ужасающие вот эти инсталляции, на самом деле, они очень страшные. Особенно, если вы их много посмотрите, их много у него есть. Более того, поверьте, я выбрал самую скромную. Они производят очень сильную участие. Это художник, который балансирует на грани, на грани, собственно, представления этого садистического дискурса и его критики. Вот предельно на грани. И поэтому, конечно, для такого художника навряд ли найдется место в Лувре и в таких академических площадках. И, наконец, мы переходим к отечественным авторам. О, это русские художники. И я покажу несколько из них. Причем картины тех авторов, которые вписываются в той или иной степени в поп-арт. Эти авторы, как правило, все считаются концептуалистами. Первый из них это Игорь Сергеевич Шелковский, тоже замените с 1937 года, но родится в 1937 США, годится в 1937 США, но я тоже. Я хотел бы показать всего 2 работы Шелковского, и первая из них является пакет молока. 75-го года. Что мы видим на этой инсталляции? Это действительно пакет молока, который, возможно, прогнил. Если вы вспомните, что такое 70-е годы в Советском Союзе, годы застоя, вполне корректная отсылка к определенным реальным. С другой стороны, если вы присмотритесь, то вы увидите, что это зеленое пространство не что-нибудь, а современный город. Ну, под надлодом, естественно. Молоко как питательная структура, как питательное вещество, из которого вызревает этот город. По типу, вот здесь будет город-сад. Зеленый город, красивый. И это ему дает определенный почерк автора. Это, конечно, дикая ирония. Это дикая ирония. Вот этот взрослый город, на первый взгляд, кажется плесенью. Кажется тем, что разрушает. И с другой стороны, чтобы показать, что это ирония, я покажу вам работу, как обычно изображает Шелковский городскую жизнь. Он не фанат города-сад. Это одна из недавних работ, 2008 года. Но если хотите в реальности это увидеть, можете съездить в Капутини или в любой другой аналогичный район, любого другого аналогичного большого города. В Китае особенно. Чтобы увидеть, как дым застилает все пространство. Город не для людей. Город, который одновременно этот дым и необходим именно для жизни людей. И с другой стороны, это человек, который как невротический субъект одновременно и хочет жить, и хочет умереть. И он, который одновременно включает в себя прям противоположные желания и своими действиями, как способствует продолжению своего существования, так как и исключает эту возможность этого продолжения. Другой автор, который является лидером московского концептуализма, это Чуйков. Иван Семенович Чуйков. И здесь вы видите его, сидящего со своим портретом, который выполнен другим крупным отечественным художником Игорем Глебовичем Мафаревичем. Из Чуйкова я тоже бы хотел показать всего две работы, потому что ни тот, ни другой не являются поп-артовскими художниками. Это концептуализм. Но когда они обращаются к вещам, это в чем-то пересекается со статикой поп-артов. Дорожный знак 73-го года. Примерно та же проблема, которую мы смотрели на примере с Д'Арханджелой. Видим контраст между плоским знаком и объемным миром, на который нанесен этот знак, ограничивающий знак. Я думаю, что художник, конечно, хотел, скорее всего, изобразить кирпич, прежде всего, но это было бы примитивно, банально. Здесь это знак, очевидно, ограничивающий обгон для фургора, для грузового транспорта. Но я не думаю, что это имеет какое-то значительное символическое, смысл символический. Здесь, скорее, обыгрывается контраст между плоскостью этого ограничителя и объемностью мира. Но можно и амбивалентно проинтерпретировать этот параллелепипед, потому что он тоже есть в геометрической форме, и это тоже ограниченный мир. Квадрократники. И знак есть лишь внешняя форма ограничения, в то время как форма восприятия этой реальности является ограничением значительно более сложным, значительно менее заметным. И из него, заметьте, все-таки выступают облака, выступают деревья, они в гумы, они выступают за пределы этой кубической формы. И другая его работа, скорее даже сюрреалистическая, хотя и концептуалистская, это одно. Ну, мы привыкли, что окно немножко иначе будет. Да, мы привыкли, что рама белая, а за окнами что-то видно. Здесь наоборот. Это, собственно, видно только в раму, что-то не было. Но, опять же, кажется, с одной стороны, это некий фантом, это образ свободы, когда само окно становится жизнью, за его пределами. Но если вы присмотритесь, в таком-то окне ограничителей больше. То есть, если в привычном для нас окне нас отделяет от внешнего мира только рама, да, ее форма, то здесь нас отделяет значительно большая площадь. Потому что все, что обычно заслонено стеклами, да, здесь является едва ли не бетонная стена. Вот эта амбивалентность, это двоякость в интерпретации свойственна для работы этого художника, свойственна для концептуализма, в принципе, как направления. И, скажем, концептуализм интересен тем, что он не столько совершенен с живописной точки зрения, сколько интересен с точки зрения самой идеи. То есть, вы приходите не для того, чтобы восхититься мастерством художника, да, а для того, чтобы восхититься изобретательностью художника. Насколько много он может вам открыть, насколько по-другому вы можете взглянуть на мир, если обратитесь к его работам. И еще один интереснейший художник, тоже ныне живущий, это раз 38-го года, это Владимир Борисович Янкелевский. Его я покажу всего одну работу, хотя она очень-очень яркая, она знаковая прямо. Это триптих номер 14. Автопортрет памяти отца. 87-го года. То, что мы видим в центре, достаточно близко по пахту. Человек, ну, маникел, одетый, ну, в прошлый году подсказал, не пойми как, я откорректировал, как интеллигент советской. Читает газету, у него сумка стоит на полу, он едет либо на работу, либо с работы. А что мы видим вокруг? Вокруг два таких же пространства. И это не его силуэт. Там человек одет как человек, там шляпа, там плащ, там туфли, да, с брюками. И нету никакой сумки рядом, мешающей ему передвигаться. Причем, с одной стороны, это черное отсутствие, с другой стороны, белое отсутствие. Можно сказать, что это есть тень памяти его отца, да, это память отца посвящена, что в центре-то как раз едет сам художник, а по краям некое прошлое, которое сопровождает его, как светлые стороны воспоминаний, это какие-то темные стороны воспоминаний. Но с таким же успехом можно сказать, что это как раз наоборот, чаяние о будущем, да, что человек трудится во имя того, чтобы когда-то его облик, не его конкретно, а облик последующих людей, да, то есть вера в светлое коммунистическое будущее, и когда-то человек станет человеком, он будет ходить в шляпе, он будет хорошо одеваться, ему не придется столь же тяжело и постоянно трудиться во имя какого-то будущего. Тогда отцом может оказаться фигура в центре, с его чаяниями о грядущем благе для всех, да, которое было типично для начала XX века, точнее не столько для начала XX века, сколько для начала советской эпохи. И, а как помните, метро было создано еще до Второй мировой войны, ну, Московской метро, так что вполне возможно, что эта ситуация изображает ситуацию еще даже до военного времени, потому что не будет ничего удивительного. В газету я не заглядываю, я видел живую эту работу, но не знаю, есть ли там дата, вполне возможно, что как раз газета будет 87-го года. Это тоже ни о чем не говорили. Здесь параллелей слишком много с прошлым и будущим. И самое удивительное то, что если реалистическая фигура занимает хоть и центральную позицию, но она одна, то фигуры, которые по сторонам, фигуры отсутствуют, фигуры прошлого, фигуры будущего, метафизические фигуры, они преобладают на них больше. Это многогранная реальность, которая скрывается в крошечном моменте, когда человек просто едет в метро. У него есть память, у него есть чаяние на будущее. Нам это не видно, он просто читает газеты. На самом деле, его мир раскладывается в огромную бездну, в которой для нас есть лишь чистое ответственность. Вот видите, она объемная. Вот еще такое изображение. Эта работа находится в мраморном дворце в Санкт-Петербурге. Если будете там, то можете посмотреть. И художник, на котором я бы хотел в наибольшей степени остановиться сегодня, его зовут Михаил Александрович Рогинский. Возможно, это единственный отечественный автор, которого можно причислить к поп-арту. На самом деле, сам он это радикально отрицал. И тем не менее, как отечественные искусствоведы, так и западные периодически называют его представителем поп-арта. Сам он говорил о том, что он никогда не портретировал бытовые вещи в натурном их виде, но портретировал их исключительно в сущностном. Но так как я назвал сегодняшнюю лекцию поп-арт Резома, у меня нет цели причислить или, наоборот, исключить эту фигуру из представителя поп-арта. Я лишь покажу, как направление поп-арта сказалось на творчестве, преломилось творчески Михаила Рогинского. И хотел бы показать очень много его картин, потому что Рогинский – это крупнейшая фигура, это художник, который не так давно ушел из жизни. И обычно все хорошо знают западных представителей поп-арта, да и вообще западных художников, а отечественных почему-то в нашей стране знают плохо. Я хочу эту ситуацию исправить и показать, что Рогинский ничуть не менее крупная фигура, чем те авторы, которых мы смотрели на это. И нам тоже есть чем гордиться. У нас тоже много выдающихся мастеров. Так вот, наиболее значительным и радикальным вкладом Рогинского в живопись эпохи СССР являлись его инсталляции 60-х годов. И первая и самая известная из них – это «Красная дверь» или просто «Дверь» 1965 года. Это настоящая дверь с ручкой на дверь закрытая. Красный, как вы помните, это цвет, который активно использовался в символике СССР, причем в разных оттенках. Потому что, если вы взгляните на рубиновые звезды на Кремле, это будет не тот же самый оттенок, что на флаге СССР. Тем не менее, все эти цвета в общей совокупности, я не буду вдаваться в их каталожные номера, рубиновые, пурпурные, вишневые и так далее, оттенки, можно условно окрестить красным. Повторюсь, это очень условно. Что это означает? Это закрытая дверь – это предел. Все, дверь закрыта. И это действительно была отличная иллюстрация всей духовной жизни 60-х годов СССР. И это очень смело. Эту картину, эту инсталляцию сравнивают даже с черным квадратом Валерьевича по значению. Представляете? Речь идет о советском искусстве. Можете себе представить, да, после всех этих портретов Сталина, Жукова, Ленина с детьми и так далее, а дверь. Правда, дверь настоящая. Есть еще лишь новая. Есть и более страшное изображение. Вообще он прогрессировал по мере своего творчества в сторону большего и большего отчаяния. Например, стенка с розеткой. Здесь мы, наконец-то, помимо абсолютного предела в виде стены, который в чем-то тождественным двери, а может быть даже более страшным, хотя я не знаю, что страшнее, дверь, за которую нельзя выйти, или стенка. Но здесь выйти можно, но только одним образом. В розетку можно засунуть два пальца. Да. То есть здесь этот ужас утрирован. И, как вы видите, розетка не просто такая, она немножко обгоревшая. Уже кто-то вышел. Это еще сделано все максимально неэстетично. Это ужас, из которого во что бы то ни стало хочется вырваться. Знаете? Это было вот, если бы вы застали еще дома без ремонта с тех времен, да, то так окрашивали коридоры в советских домах, особенно в зеленых цветах. То есть туда задействовалась та краска, которая плохо раскупалась в магазине, и это была, как говорило, самая некрасивая краска. Но везде это стена, предел и розетка, как единственная возможность выйти, скользнуть. А дверь без косяка, она просто прислой? Да. А почему вот предыдущий там, ну вот только кружочек от розетки остался? Нет, там есть розетка. Есть? Да, это просто видно плохо. Там есть розетка, и это как раз единственное, где еще провод кремалисты. Да. Что-то совсем уж страшного. Почти повесившаяся такая розетка. Другой пример. Партретирование кафеля. Розовый кафель. Опять же тот же самый предел. Здесь мы даже не знаем вообще это стена, пол. Ну что только не выкладывали этим кафеля. Это тоже упор. Это то, за что нельзя вырваться. Это все... Рогенский есть певец стены. Певец предела. Да? Абсолютно предела. Ну вот, это скорее всего пол все-таки. Так выкладывали в душевую туалетную комнату. Пар. Или портрет кафеля. Вот чем не Марк Ротко? Это нарисовано? Это нарисовано. Что это? Это портрет кафеля. Кафель на плитке. Похоже. В данном случае здесь речь идет с одной стороны. Абсолютно той же техники, что Ротко пользуется. Это тонирование одного цвета. Но там это трансгрессия. Это выход за пределы представленного пространства. А здесь это предельный тупик. Здесь это сделано таким образом, что оно не дает преображения. Как бы мы не смотрели на него, это тупик. Все тот же самый. Тупик. А. Вот еще один портрет. Мы смотрели сами портреты животных у Орхола. А вот портрет Плимуса. Есть еще Плимусы. Я не стал подбирать те, которые с матерными словами. Есть такие. Вот. Потому что, понимаете, одно дело. У Орхола это банка, это бланка. Бутылочка это кока-колы. Это то, что требует, чтобы мы его купили. Требует, чтобы мы обратили на него внимание. А здесь это стул. Это в смысле, понимаете, другая реальность. Накоребано там? Там нет написано. Я так называю все картины. Там чайник то-то. Стул то-то. Или вот, смотрите. Вещь, которая что-то требует от человека. Спички, которые пытаются командовать человеком. Утюг. Почему обрезал? Он настолько крупен, что он даже не влазит. Тяжесть этой вещи мы ощущаем. Совершенно иная техника. Это техника, которая не вписана в общество потребления. Потому что Советский Союз таким не был. Здесь, если что-то… Это как будто анти-поп-ап. Это поп-ап совсем с другой стороны. Я не скажу, что он анти, но это совсем с другой стороны. Он совершенно иное впечатление оказывает. Хотя, по идее, он тождественен. Он показывает, как вещь начинает господствовать над человеком. Наверное, вы все знаете истории знаменитые, когда люди гибли для того, чтобы спасти трактор горящий. Своим телом огонь закрывали. Потому что вещь – это вещь, а человек ничего не стоит. Но, понимаете, это совсем не то же самое, что вещь в Америке тогда. Потому что человек стоит. Человек может заработать много денег и потратить их, и купить вещи. Там человек нужен для того, чтобы покупать вещи. А здесь человек нужен, чтобы производить и оберегать вещи. Это совсем разные вещи. Он разного долга. Вот, ну, не таск. Но все равно, как ни крути, как уделеза, капитализм – не капитализм, а шизофрения будет все равно от вещей получать. В данном случае, уделеза – это шизофрения. Если вы помните, это позитивный аспект. Это выход. То есть, уделеза – шизофрения. Шизоанализ Глотари как раз предлагает возможность ускользания от дискурса капитализма. Ну, а в нашей культуре? Мы дойдем до того момента. По крайней мере, в определенный момент в общество Рогинского он пытается найти выход из этой ужасающей ситуации. Здесь смыться, например, можно. Помните, как выглядели ванну Весельман? Ну, это немножко иное. Хотя, по большому счету, изображено то же самое. Там был ножник, здесь ножник. Вот. Немножко даже похоже по цветам, по цветовой гамме Весельман. Совсем не то же самое. Тут хозяйственное мыло. Им уже попользовались. Банка. Тоже, казалось бы, банка как у ОРХ. Но там эти банки, они выставлены на продажу. А здесь это уже все съели. Это использование. И впечатление от такой вещи, конечно, совсем нет. Тем более, что в Советском Союзе использованные вещи уже не будут выбрасывать. Да, да. Она на пепельницу пойдет, еще что-нибудь туда. Можно блесну туда складывать. Да, да, да. Ей найдут свое прибыль. И одним из центральных в творчестве Рогинского 70-х годов становится воспевание рядов бутылок. Их огромное количество. Вы даже себе не представляете, насколько их много. Я вам сейчас покажу больше дюжин. Но их в десятки раз больше. То есть их, наверное, около 100. Это ж еды с бутылками. То есть, получается, альтернатива этой стене представлена в алкогольном угаре. В выходе, который можно прочесть в работах классиков советского периода. Ну, там, в том числе у Мамлеева. То есть, это вот эта русская интеллигенция, где будут сочетаться бутылки с книгами очень часто, с большим количеством книг. Это тоже бегство, да, книги от этой стены. И всегда этот стеллаж – это стена. Но, заметьте, в чем, как бы, прелесть, амбивалентность Рогинского. Он показывает, что эти бутылки – это тоже стена. За ними стена? И они стена. И за ними стена. Но это немножко отгороженная приближенная стена. И не факт, что этим самым себя еще и больше не сковывали. Стена-то была, знаешь, осталась ближе к нам. Вот бутылки. Здесь они манят, они красивые, сверкают всеми гранями. Тут они с книжками соблегаются. Причем книжек больше, чем бутылки. Триды бутылок. Другого типа. Постепенно они становятся более и более призрачными. Фантомы такие. Синька. Вообще это. Даже страшно. 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 И полностью излечено. Это та же самая стена. Все. Это та же самая стена. Более того, очень часто… Вот здесь мы видим, что книги и бутылка, они наклеены на картон, изображающий стену. То есть они как бы выпирают из нее. А иногда это наоборот. То есть они являются не выпуклыми, а вогнутыми. Они вырезаны. То есть это абсолютный фантом бегства, который является все той же самой стеной невозможности. И в этом связи появляется вот этот символ. Здесь стеллаж изображает лестницу. Очень важный для творчества родинства символ, который очень часто у него встречается. И это как раз символ позитивного для определенной поры. В более ранние годы, там мы смотрели конец 70-го. В 76-м он создает картину «Пейзаж с лестницей». Это как раз было то время, когда он создает несколько изображений. Ну, так скажем, в более или менее реалистической моменте. Или сюрреалистической, но по крайней мере не по-партовской. И здесь это именно выход из каньона Котлована. Это то, с помощью чего возможно хотя бы гипотетическое бегство. Ну, все наверняка знаете картину Марка Шагала «Над городом». Очень известная, по-моему. Там этот предел был положен заборами, оградами. И в начале 20-го века, конечно, можно было бы над оградой воспалить фантазию. Но во второй половине 20-го века это уже как-то представляется малоубедительным. Но через заборы, опять же те же самые заборы, видите, в 60-е рисует Рогенский, он предлагает перелезть. Есть некий выход. Причем, заметьте, лестница всегда розовая. Тоже определенный знак. Тоже своего рода мечта своеобразная. Не такой открытый полет, как Шагала, конечно. Здесь это не рестация побега, а это скорее возможность преодоления. Потому что, конечно, эта ограда намного массивнее, чем эта лестница. А во-вторых, все-таки с этой стороны придется прыгать. И лестница там так и останется. Второй раз я ее использую. Не, можно подцепить ее наверх как-то там. Здесь еще, заметьте, очень важный символ. Это рельс. Рельс – это еще страшнее, чем дорога. По нему можно двигаться только непосредственно. От него никуда отклониться нельзя. Это как раз символика того императива, того требования, которое предъявляется к комсомольцу, к эталонному представителю тоталитарного коммунистического, в данном случае, общества. Он очень много будет изображать в последние годы паровозов. Причем красных паровозов, таких коммунистических паровозов. А вот еще весьма интересная картина. Мы все привыкли, что стулья, они нужны для того, чтобы на них человек сидел. Что вещь, она для человека. А здесь мы видим вещь для вещей. Вещь для вещей. Опять появляется лестница. И разочарование в лестнице. Здесь пределом оказывается потолок. То есть и здесь есть ограничение. Это то ограничение, которое раньше не встречалось в его творчестве. Он изображал стены, двери и пол. Здесь впервые появляется упор вверху. То есть даже сам полет фантазии резко ограничен нашим контекстом нашей лестнице. Даже и здесь он наталкивается на ограничения. Опять некая картина, где вещь, в данном случае плакат, что-то от нас требует. Почему я показываю эту работу? Она очень важная. Она суммирует все раннее творчество Рогенского. Смотрите, это и тот же спичечный коробок с требованием. Это и портретирование вещей. Здесь это, правда, не примус, а чайник. Это и розетка, которую мы уже видели. Это и многоэтажные дома. Я вам, правда, их не показываю. Здесь суммируется все. И опять обращено требование. Звони 01. Вот еще рельсы. Это ранняя работа. А вот в 80-е годы. В 80-е годы он создает огромное количество красных поездов. Причем очень часто рядом с ними изображены еще какие-нибудь военные. Это символ ограниченности, направленности движения. Поезд никуда в другое место свернуть не может. Другого нет у нас в пути. И в руках у нас не так. И, наконец, Рогинский приходит к еще более радикальным ограничениям. Картина называется абстракция. В данном случае пределом становится сама картина. Ее возможность к выражению. То есть даже она является на самом деле все той же самой стеной. Да, мы можем на ней что-то изобразить. И видимое будет считываться как своего рода тот же самый алкогольный угар. Или как книги, которые он отождествляет с этими бутылками алкоголя. Потому что это некая фантазия, скрывающая от нас ужасающая реальная. Он показывает, что картина – это тоже стена. Картина – это тоже предел. И на ней может быть ничего. Более того, он изображает, что, так скажем, это любая картина. То есть на самом деле любая картина – это стена. На уровне реального – это любая картина. Это просто объект, в который мы упираемся. Все остальное происходит на уровне. Или вот такой ответ Джасперу Джонсу. Текст мы видим как на флаге у Джонса. Но здесь он замазан до неразличимости. Более того, мы видим кучу каких-то битых вещей. Здесь куча хлам. И именно под этим хламом погребается какой-то более-менее осмысленный текст. На самом деле надежда на то, что он осмысленный, тоже весьма-весьма сомнительная. Да, это может оказаться бессмысленным текстом. Который кто-то царапал при прошлой попойке, а потом закрасил. Умные ребята. На английский языках. На разных языках, на французском в том числе. Ну, это особенно страшная работа. Как вы знаете, в зеркале не отражаются в основном вампиры. Поэтому каждый может подойти и убедиться, что он паразит. Это тоже как бы предел. Но здесь предел не внешний. Это не дверь. Это предел внутренний. Мы смотрим на зеркало, и мы себя увидим. Серая стенка. То же самое, что и было в случае с дверью, но сделано максимально неэстетично. Настолько неэстетично, сколько это возможно. И, естественно, в данном случае, когда я говорю неэстетично, в смысле непрекрасно. Безобразная тоже эстетическая категория. И это сделано безобразно. И в данном случае это, конечно, велико. И последним пределом, конечно, является сам человек. Когда выход из пространства загорожен не дверью, а самим человеком. Вот фотографии какие чудесные. Помните мишень Джонса с головами? Там тоже было четыре головы. Это отсылка явно к этой работе. Хотел он этого или не хотел. Это сделал. Потому что узнаваемо здесь сто процентов. И эти красные головы, с одной стороны, это одинаковые люди. Здесь символика красного, опять же, отсылает и к советской реалии. Но красные – это и кровь. А, как вы видите, эти головы очень-очень напоминают мишени. Ну, 91-й год, как бы. 91-й год. Ну, он уже давным-давно эмигрировал в этот момент Европы. Ну, он знал, что происходит. Ну, он знал, что происходит. Ну, он знал, что происходит. Вот какие дивные фотографии. Это тоже предел. Это не общество. Это стена. Ну, есть и такие стены. Это очередь. Такое эксклюзивное, эксклюзивное феномен для стран соцблок. Это стена из людей. Стена, ожидающих, что что-то привезут к астрономам. Ну, вот такая газета. То есть, объектом для изображения на картине уже становится пресса. Вон, видите, Джонс сделал флаг из газет. Но он на них нарисовал флаг. А Рогинский нарисовал саму газету. На которой как раз опять обращается к изображению домов. Многоэтажных домов. Опять же, как предел определенного. И самое страшное, что можно сказать, что Рогинского не устраивал вот этот строй ужасающий. Его не устраивали ограничения. Его не устраивало скопление огромных людей. Когда люди превращаются в массу, а значит вещь. Но на самом деле его не устраивало что-то намного большее. Мы уже видели с вами предел в виде потолка. Фантазия тоже ограничена. И последние его работы — это совершенно ужасающие деревья. А, природа как предел. Они ничуть не менее страшные, чем дома. Как это можно объяснить? Знаете, я общаюсь с большим кругом различных людей. И как-то на одной из конференций по религиоледению я обратился с вопросом к Алексу Моми, очень крупному специалисту по гностическому невоззрению. Человеку, который перевел, в частности, Пистис София. То есть человеку, который переводит с оригинальных языков и популяризирует, изучает гностический дискурс, начало христианской эпохи. И сам-то я более-менее представляю, что такое гностики, что такое их тексты, потому что и с ним общался многократно, и потому что большинство этих текстов читал и комментарии к ним. Но я хотел, чтобы он сформулировал настолько лаконично суть гностицизма, чтобы я мог это говорить студентам. У меня не получалось схватить это мировоззрение таким образом, чтобы выразить его буквально в двух предложениях. Можно очень долго рассказывать, но мастер сможет сформулировать. Я понимаю, что я здесь не есть мастер, и обратился к тому, кто таковым является. И Мома мне ответил совершенно потрясающую формулировку. Я ее чуть-чуть приглажу, он достаточно резко всегда высказывается. Но он охарактеризовал гностическое учение следующим образом. Он говорит, представьте себе, что есть обезьяна, животное, в это животное падает Бог. В итоге разъединиться они не могут, и животному очень плохо, и Бог. Вот эта невозможность гнозиса, гностическая реалия как таковая. И у Мома есть совершенно потрясающие выступления на тему того, что Сорокин является гностиком. И он это блистательно доказывал на анализе целого ряда, в большом счету, всех сорокинских основных текстов. И, понимаете, это одно и то же время. И можно с таким же успехом сказать, что гностиком был Рогинский. Это, понимаете, с одной стороны, притязание на что-то сверху. Если у вас нет этих притязаний, для вас не будет ужасом эти деревья, для вас не будут ужасом эти дома окружающие вас. Но они есть. И избавиться от этих притязаний мы не можем, мы их можем лишь заглушить. И, с другой стороны, есть колоссальное ограничение зверя, да, вот эта обезьяна, в которую упал этот Бог. И разделиться они не могут никаким образом. Вот он, этот ужас. С одной стороны, этот дуализм, который сильно приглажен в христианстве. Когда говорят, что христианство – это дуалистическая религия, это неправда. Христианство сильно сгладило манихейский, да, и гностический дуализм. Здесь этот дуализм представлен в наиволево пьющей своей форме. И, естественно, во всем он натыкается на абсолютный предел. И этот предел, естественно, в нас самих. Нет этого предела ни в двери. Опять же, если бы мы не были людьми, является ли для нас дверь пределом? Новый уровень атомов, да, она вообще почти полностью пуской от пространства. Замочная скважина, например, есть. Если мы там какое-то достаточно мелкое существо. Или если мы колония вирусов. Понимаете? То есть дверь не является пределом. Дверь – предел, как то, что положено в нас самих, в человеке. И вот такой интересный, на мой взгляд, подход к постсоветской, позднесоветской, даже постсоветской реалии в виде искусства, в виде творчества Сорокина, в виде творчества Рогинского, как гностический. Мне кажется, весьма перспективен. Я не знаю, издавал ли Мома на этот счет что-то. Книгу точно не издавал, если только статьи для этого публиковали. Вот. Я присутствовал просто на его выступлениях, на конференциях. И это было очень интересно и, на мой взгляд, дает значительно более продуктивный и перспективный ареал последующих исследований, расчищая им место, чем стандартная герменевтика этих текстов, которая уже обычно не выходит за пределы дешевой критики. Понимаете, критика бывает разная. И критикуется разная. По большому счету, вся сатира так или иначе обращена к критике, направлена на критику. И начиная с сатирикона, еще римского времени, и заканчивая теми же ныне живущими авторами. Но это же не значит, что все они писали об одном и том же, использовали и те же средства. Взгляд же на сорокинские тексты, как на тексты гностические, и моя попытка перенести подобный взгляд на творчество Рогинского, мне кажется, продуктивно. Если так мыслить его, то весьма любопытный окажется контекст, который сформировала советская реалия. То есть, получается, до моей половины двадцатого века здесь появляется целый оазис Гнозиса. И достаточно вспомнить Южинский кружок, куда входили тот же Евгений Головин, Амамлеев. И весьма специфическая реалия. Достаточно почитать к текстам амлеевских произведений, а это все-таки теперь уже классик советской литературы. Даже не знаю, можно назвать советской или отечественной литературой. Понимаете, в то же самое время антисоветский тоже язык не выворачивается. Они эту действительно, а советскую действительность отражали. Ведь Рогинский уехал. Рогинский большую часть своей жизни, получается, творческой жизни провел за рубежом. Он не вернулся, да? Нет. Он отражал ту же самую реальность. То есть, это по памяти. Он все время рисует советскую реальность. Он не может из нее выбраться, ее нет уже давно. Понимаете, вот в чем дело. То есть, проблема-то изначально была в том, что, как Мома говорит, что Бог упал в обезьяну. Он внутри этой обезьяны находится. Не вокруг обезьяны джунгли не мешают. Понимаете? Сама обезьяна. Вот в чем дело. И выбравшись в Европу, он постоянно продолжает рисовать то же самое. Тоже самое. Якобы советская реалия, но это не советская реалия. Это тот уникальный мир, мир страшный, который был порожден в поздние годы Советского Союза в культурном сообществе. Но он не тождественен самой советской реалии. Вот в чем дело. На этом, если у вас нет никаких вопросов, я сегодня и закончу. В следующий раз у нас семинар. Давайте я дам еще раз информацию, которая к нему будет.